Продукты, полезные для печени. Почему и как их нужно употреблять, чтобы обеспечить надежную работу печени? Меня зовут Картавенко Виктор Владиленович, я профессор, доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины. И в этом видео я вам расскажу об одном, пока об одном рецепте, который крайне полезен для печени. Насколько нашей печени, человеческой печени важно то, что мы употребляем пищу, то, что мы едим. Это очень важно, уважаемые коллеги, с той точки зрения, что как раз таки, являясь представителем самой крупной железистой организации в человеческом организме, а именно печень является самой большой железой, очень важно то, какой характер пищи мы употребляем, и какие в связи с этим химические реакции формируются в нашем организме. Потому что, как раз таки, именно разголсование или рассогласование химических процессов в нашем организме, в первую очередь, отражается на качестве желудочно-кишечного тракта. И напрасно, зачастую, многие из нас думают о том, что да, мол, Бог дал, железе такой, как печень, самостоятельно восстанавливается в течение трех с половиной-четырех месяцев, и нам помощи никакой ей не нужно. Это является очень крупной ошибкой. В том, как раз таки, смысле, что именно разголсование химических реакций, которые происходят во время пищеварения, они, в первую очередь, отражаются в силу химических и рефлекторных реакций на том, с какой скоростью, как качественно очищается наша печень. Мы уже давали вам одну гастрономическую связку в виде гречневой каши с овощами, с последующим употреблением именно рахат-лукума. Как это сказывается на состоянии, в данном случае, именно печени? Дело в том, что то количество микроэлементов, которые мы находим в гречке, то количество микроэлементов и сохраненных ПРО, КО и витаминов, которые мы имеем в виде тушеных овощей, как раз таки, очень хорошо сказывается на состоянии слизистой оболочки, в первую очередь, желудка. Это, так называемый, мягкий гастрономический вход. Последующая реакция со стороны двенадцатиперстной кишки в виде мягкого отхождения панкреатического сока, в виде мягкого отхождения желчи, способствует улучшению процессов пищеварения. А идущий вслед за гречневой кашей с овощами рахат-лукум обеспечивает уверенную, уверенную я подчеркиваю, моторную функцию тонкого и толстого кишечника. С чем это связано? Это связано с тем, что рахат-лукум, как правило, традиционно готовится из фруктозы, и готовится из продуктов, которые содержат повышенное количество пектина. И, как раз таки, пектин, являясь балластным веществом, не нагружает кишечник, особенно толстый кишечник, с точки зрения воздействия на сосудистую систему нашу. И поэтому, состояние очищения непосредственно самой печени, восстановление гепатоцитов происходит в достаточной степени надежнее, чем это происходит, положим, при прямолинейном, химическом или механическом воздействии на тот же желудок, на ту же двенадцатиперстную кишку, на тонкий и на толстый кишечник. Это очень важно с той точки зрения, что мы должны соблюдать все правила паритета по отношению к печени, с той точки зрения соблюдения ее внутренней железисто-клеточной безопасности. Сегодня мы на нашей встрече с вами поговорим еще о двух гастрономических связках, раскроем секреты их значения для человеческого организма. Поэтому не пропустите сегодняшнее наше занятие, ссылка под этим видео, обязательно приходите и вы много полезного узнаете для себя. Милости просим!